Утро ТВ Потому что мы говорили-то про тигров, говорили придет с питомцем, а вот они питомцы, еще и японские шпицы. Вообще, как просыпаетесь, как выглядит рабочий день дрессировщика? Ну, во-первых, боят собаки, как всегда. Будет? Да, потому что они с довольными рожами, пора вставать. Кушать, кушать, кушать. Мы хотим гулять. Вот, с этого начинается утро. А с тиграми как? Ой, тихо, тихо, не убедай. Ну, тигры чуть попозже тоже приходим, они еще спят. Да, ленивые. Подъем. Завтрак? Уборка, нет. Тигры едят один раз в день, вечером. Слушайте, как не накладно, надо тигры заводить. Да, ну, это накладность один раз, но зато хорошо. Да, мясцо. 6,5 килограмм мяса, это... Не трудно ли с такими разными... что ты хотела спросить? Я хотела про шпицев спросить, да, я прочитала вчера, что международный питомник, и что только в цирке, только вы с ними работаете, это действительно так? В цирке, да, а вообще, я их завез в Россию первой, эту породу. Давно? В 96-м году. Я буду сейчас хвастаться нагло, исторический момент, так, где оператор, вот, вот эта вот фотография сделана, получается, в 90-каком году? В 98-м. 98-й год. Я была на вашем представлении, также смогла сфотографироваться, это Рикки, да, по-моему, поймала собаку, да. Пыталась внести. И делала то же самое, что и сейчас. У звезд российской эстрады, знаем, что есть даже ваши питомцы, у кого? Да, у Киркорова и у Долиной. Они, в общем-то, брат-сестра только из разных пометов, это их папа. А, вот так? Да. То есть у нас отец в студии. Не Киркорова и Долина, это я говорил. Забачка, да. Слегка замешался. Так, все-таки, такие разные животные, да, тигры, шпицы, японские, японские, не забудьте, японские шпицы. Вы здоровы. Как вы можете соединять их? Нет, они не работают, они раздельно. Нет, мы имеем в виду как подходы. Работают раздельно. Да, ну а подходы разные же должны быть? Подходы, ну, в принципе, похожи все. Подходы все одинаковые. В воспитании все подходы одинаковые у человека и у животных. Маленькая, разная специфика есть. Если человек понимает, когда ему говорят, то, предположим, собака за любовь, а тигр за мясо. Вот так вот? Да. А принцип один и тот же. Но любовь к мясу тоже? Мы так сходу с лету начали, потому что очень много хочется успеть узнать, но у нас же досье подготовлено на вас. Поэтому давайте мы сейчас небольшое досье посмотрим и дальше продолжим беседу. Николай Карпович Павленко, дрессировщик. Родился 21 ноября 1943 года. С 17 лет в зооцирке сначала был рабочим по уходу за животными, позднее дрессировщиком. Выступал с собаками динго, волками, бурыми и белыми медведями, ламами, верблюдом, слоном, ягуарами. В 1973 году дебютировал в цирке с аттракционом «Тигров». С 1992-го – народный артист России. Лауреат Международного циркового фестиваля «Сиркуба-85» и Международного конкурса артистов цирка в Монте-Карло. Вот как раз из досье, кстати, все верно в досье сказали? Да. Отлично. Из досье узнали, что вы работали с абсолютно разными животными. С кем сложнее всего? Есть? Те, кто больше соображает. А кто больше соображает? Обезьяны. А, да, да. С ними сложнее. Они еще спорят? Ну, а легче всего, самая любимая моя страница была, это, конечно, слоны. Они же тоже соображают. Потрясающие умные животные, соображают выше и больше всех остальных. Ага. Ну, обезьяны, тем не менее, возражают, да? Ну, обезьяны, они слишком интеллектуальны, слишком высокоорганизованы и так далее. И не даются бы командовать и управлять. Нет, дают. Как вы чувствуете? Дают, но они, как правило, нервные, они очень неравновешенные. О, как. Все, даже оранги. Никогда бы не подумала. А слоны, нет, слоны. Ну, конечно, не дикие же слоны, а слоны, которые попадают детьми в цирк, то есть к человеку в руки. Ладно, перебой прям, хотели все узнать. Так все-таки, что касается публики, да, каких животных публика лучше принимает? Тигров, тигров, я видела в этом ходе. Вы знаете, некоторые не любят клетки, некоторые не любят, есть люди вообще, которые животных не любят. Но они не должны ходить в цирк. Что поделать, это каждому, что он хочет. Так все-таки, кого лучше воспринимают? Есть ли разница по странам? Экзотику, нет, нет по странам. Ну, есть такие, так называемые закидоны у европейских стран, где они запрещают дрессуру, там и так далее. Ну, вот эксперимент был в прошлом году у вас в Екатеринбурге, цирк Дюсселей, который рекламирует, что вот они такие счастливые, что не нужна дрессура. У нас наоборот, у нас там, где животные. И тем не менее, вот мы сейчас работаем, много зрителей, нравится. Я думаю, я думаю, что нравится, раз они ходят. Да, конечно, нравится. Николай Каратович, при всем уважении, я не могу это дрессурой назвать, это воспитанник, это воспитательный процесс. Обязательно. Да, и у нас есть, опять же, фрагмент видео с репетицией, которая была вот в начале августа, вот вы уже к нам когда сюда приехали. Я предлагаю небольшой фрагментик посмотреть, просто чтобы люди представляли, что это такое. Орубную не удержать, они огромные. Сколько? 150-180 килограммов? Да, где-то по 200. Это два самых крупных самца. Что все-таки главное? Вы долго учились не бояться, когда на вас... Терпение. У меня не было такого этапа, насчет бояться или не бояться, потому что у меня был постепенный ввод к хищнику. Не так, чтобы у меня раз, я вошел в клетку и начинаешь. Можно я тоже вот поучаствую? У меня один простой вопрос. Как вы это делаете? Потому что я видела на выступлении, у вас даже людей по периметру с бронспойтами нет. Зачем? Нет. Ну а вдруг? Ну мало что, вдруг. Это нельзя, по закону нельзя, по правилам нельзя. Как вы с ними договариваетесь? Ну, нарушают. С чем секрет? Расскажите. Я видела, очень тихо, но они вас боятся. Ну, во-первых, нужно знать тигров. И не просто, что вот они полосатые и сколько они едят. Там надо знать психологию. Она есть. Поэтому они приходят... В общем, все тигры, которые здесь, это тигры, которые уже в пятом, шестом поколении родились у меня. Кстати, да, тоже читала, что один из главных критериев оценки, как себя тигры чувствуют в неволе, это способность давать потомство. Вот у вас каждый... Это хорошо чувствует, я чувствую. Да, да, у меня есть тигря, то просто мы сейчас это дело затормозили, мне не нужны, рынка сбыта нет такого, и поэтому мы... Некуда девать просто их. А вообще, получается, вы с детства с ними занимаетесь? Ну, тише, 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 маленький. Вы с детства с ними, и они у вас как, дома? Нет, ни в коем случае. Нельзя тигров дома? Я делю тигров на два вида, ну, вообще животных диких, на два вида, полноценный, неполноценный, полноценный те, кто родился под матерью, никакие не искусственные роды, и которых выкормила, вскормила мать и воспитала. Мы никогда не берем на руки, мы не берем домой, мы не будем на поводках, и так далее, и так далее. Тех тигры, которые работают. Это полноценные. Давайте немножко о достижениях. Вы, насколько я понимаю, единственный дрессировщик, который получил на фестивале Монте-Карло награду, да? Да, и, кстати, госпремия, дрессировщик, который работает, сегодня я один. Единственное? А вообще два. Было Запашный, Мстислав Михайлович, старший Запашный, и я, которые получили госпремию. А что вот, вот что случилось? Что мы ругаемся? Что вы сейчас хотите сказать? Она неожиданно оказалась одна, она все время с братьями, с сестрами, тут она одна. Я твоя сестра. Она таким образом, видимо, привет передает. Да. Пользуясь случаем, хочу передать привет братьям, сестрам. Мы тоже передаем привет братьям, сестрам. И еще хочу сказать, вот мне наверняка вообще не с Людей пригодится главный секрет дрессировщика. Вот в чем? Адское терпение. Да, Людей, как? Я понимаю. Как в том анекдоте. Дорогой, что ты ко мне испытываешь? Терпение. Да. Нет, это адское терпение, потому что нельзя сорваться, понимаете? С человеком можно сорваться. Потом сказать, извини, пожалуйста, я погорячился. Ну, правильно, человек не 150 килограмм. Ну, вот бывает, я сорвался, мне было плохое настроение, меня там расстроили, здесь неприятности и так далее. И простит. Можно у человека попросить прощения. У животного не попросишь, надо ходить, потом и заглаживать. И одно неверное движение, я не говорю, действие, движение резкое, на определенном этапе дрессуры, может испугать животное, и ты потом будешь исправлять это неделями. Неделями. Неделями, да. Ну, и, наверное, последний вопрос. До какого числа вы будете вне кончения? До второго. До второго сентября. До второго сентября. Каждые выходные. Каждый сентября уже уедем. Сделать такие же фотографии можно будет? Сделать такие же фотографии, как у Люси, можно будет? Можно, только не с тиграми. А, ну, и со шпицами, ладно, короче. Так что, мне повезло тогда. Ей повезло, был такой тигр, теперь его уже нет по возрасту. Он прожил у меня дольше всех. Он был самый спокойный. Он прожил 22 года, 4 месяца, 11 дней. Спасибо, спасибо огромное. Николай Карпович Павленко, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, был сегодня у нас в гостях, говорили мы и о тиграх, и о шпицах, а также о чудесах дрессурных. Я буду им пользоваться. До 2 сентября «Сматранские тигры», можете прийти, посмотреть, фотографироваться, в общем, это потрясающе. Сейчас немножечко коммерческой информации. Субтитры создавал DimaTorzok